В Ленинском мемориале на должность художественного руководителя Ульяновской филармонии назначили Эдуарда Дедюру. Напомним, что чуть больше года назад он стал главным дирижером Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Во время нашей встречи Эдуард Александрович поделился планами на будущее и рассказал о себе. Здравствуйте, Эдуард Александрович. Поздравляем вас с назначением на новую должность, должность художественного руководителя Ульяновской филармонии. Правильно ли я назвала эту должность? Добрый день, спасибо огромное. Правильно, но при Ленинском мемориале, при Мемцентре. А, при Ленинском мемориале. Ага. Что теперь входит в ваши обязанности? В мои обязанности теперь входит вот этот ледокол, этот лайнер ульяновский, волжский, сохранить на плаву и придать ему еще новый ход, для того, чтобы он бороздил просторы не только нашей области, нашей страны и зарубежья. Ага. Что в ваших планах, как художественного руководителя? В наших планах, как художественного руководителя, очень много интересного, но все, конечно же, упирается в финансирование любых проектов, поскольку, вы знаете, сейчас тяжелейшая ситуация в стране, и все, что можно придумать много чего интересного, пригласить много звезд, артистов, организовать гастроли, но если нет должной поддержки финансовой, то, соответственно, многие планы рушатся. Ну, конечно же, сохранить обязательно Международный фестиваль «Мир эпоха имена» на будущий год, приумножить его, так сказать, интересными солистами, интересными дирижерами, развивать этот блестящий проект, потому что он имеет огромную значимость для нашего региона. И, конечно же, привлечение, как я сказал, дирижеров, солистов и интересной концертной программы. Это и оперные постановки, и даже, может быть, балетные в плане, поэтому планов очень много. Самое главное, чтобы нас поддерживали финансово. То есть до конца этого года можно уж, наверное, озвучить, да, кто, к примеру, приедет из звезд? Ну, я могу так сказать, что у нас будет три больших проекта. Это приезжает Чувашский театр оперы и балеты. Мы будем 6 декабря исполнять в губернаторском такой, в постановке, в мини-постановке спектакля «Травиаты». Наш оркестр и солисты и хор Чувашия. Потом мы планируем приглашение, значит, хора Свешникова. На закрытии фестиваля будет исполняться очень редко исполняемое, красивейшее и труднейшее произведение ЖЗПВ «Реквием». Это будет у нас на закрытии, это будет в апреле месяце, на закрытии фестиваля. Конечно, новогодний концерт, традиционный, Новый год с Большим симфоническим оркестром. Старый Новый год – это музыка великолепного Иоганна Штрауса. И один из крупных проектов, он также ходит в мирменная эпоха. Это моя концертная программа, моя авторская музыка. Я решился впервые в Ульяновске представить слушателям и своему оркестру мою музыку под названием «Ода любви». Это большое сочинение, 20 произведений для хора, экстрадно-симфонического оркестра и двух солистов. Эта музыка будет инструментальная, вокальная и хоровая. То есть вы остаетесь в должности главного дирижера симфонического оркестра? Конечно. А художественным руководителем и дирижером остается Андрей Ефимович Данилов. То есть все так же. Ничего не меняется. Только у вас получается больше нагрузки, больше обязанностей. В несколько раз, да. Эдуард Александрович, хотелось бы поговорить, как вы пришли в музыку. Ведь музыка не так просто начинается в жизни, а все начинается с детства, как правило. Кто у вас привел в музыкальную школу, может быть, или какой-то случай был, что вы вдруг решили заниматься музыкой? Ну, вы знаете, я очень отчетливо помню этот момент в своей жизни. Мне было лет 5-6. Помните, в советское время у нас была программа «Время», да? Начиналось с 9 часов вечера, и там в 21.40 она заканчивалась. И каждый раз там звучала потрясающая мелодия прогноза погоды. И насколько меня вдохновляла эта музыка каждый раз, когда я приходил, у нас были соседи рядом с нашей квартирой, у них было фортепиано. И я неволе бежал к этому инструменту, садился за инструмент и начинал подбирать эту великолепную музыку. Интуитивно, то есть? Наверное, да. То есть я еще не занимался ни в музыкальной школе, ни в чем. То есть вот эта потребность, тяга к музыцированию, к инструменту, она присутствовала в то время. И когда моя бабушка увидела, и родители, что у меня есть такая потребность, бабушка купила мне в то время, по-моему, 600 рублей фортепиано «Украина». Да, это было там 5 зарплат, там, среднего, там, скажем, рабочего зарплата. Поэтому бабушка подарила мне этот инструмент, и я помню, как я с большим удовольствием начал на нем музыцировать. Меня дали в музыкальную школу. Вот удивительно, что, как говорят, многих насильно заставляли ходить в музыкальную школу. Я тоже ходил, конечно, не с большим удовольствием, потому что я очень любил сольфеджио. Я в то время занимался уже спортом и любил активный образ жизни, вел и любил очень спорт. Я был неусидчивым, и для меня занятия вот в классе там сольфеджио-урок или там хор, или еще какие-то теоретические дисциплины, у меня это было, ну, очень, так скажем, тягостно. А зато класс фортепиано я почтал с большим удовольствием. Я очень любил музыку и любил свой инструмент фортепиано. Поэтому я помню, что даже до поступления в музыкальное училище я всегда с большим удовольствием и с большим отдачей времени занимался музыкой. Ну, вы поступили на хоровое дирижирование. Да, это была моя первая, так сказать, ну, вторая специальность. Первая закончила музыкальную школу как пианист, ну, пианист, громко сказано, фортепиано. Да, вы же играли, замечательно. Да, потому что требовалось большое, много усилий. Чтобы стать пианистом или хорошо играть на фортепиано, нужно там по пять, по шесть часов в день сидеть с инструментом. На хоровом дирижировании, так скажем, было гораздо проще, и там не нужно было очень много времени посвящать фортепиано. И как бы я пошел по этой профессии, слава богу, что туда пошел, потому что сейчас к тому, от чего я начинал свое образование, оно вылилось в мою профессию. Я закончил благополучно музыкальное училище как хоровой дирижер. После этого я поступил в Академию музыки имени Гнесиных, тогда называлось Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, сейчас Академия Гнесиных. Я закончил благополучно хоровое дирижирование, класс оперное, симфоническое дирижирование, и впустился в длительное, великолепное, кругосветное плавание под названием дирижирование. Ну, вы пришли или вам как предложили попасть, как попали в хоровую капеллу Юрлова? Ну, вы не поверите, совершенно случайно, я оказался в музыкальном училище имени Шнитки, тогда все назывались в то время не колледжи, а училищи. Я на лестнице встретил Станислава Дмитриевича Гусева, в то время народный артист России, руководитель хоровой капеллы имени Юрлова. Я к нему подошел, говорю, Станислав Дмитриевич, здравствуйте, я вот такой-то, такой-то, я бы хотел у вас учиться и работать в капелле Юрлова. Удивительно, он отреагировал, это абсолютно нормально, он говорит, ну, приходи завтра там на работу. Ну, не на работу, а приходи на репетицию, да, в капеллу. Я пришел, несколько месяцев я провел, сидя, вот, как консультант, скажем, лаборант, практикант, и слушал, как работает Станислав Дмитриевич со своим коллективом. И потом он меня взял себе в класс, когда я уже, ну, учился в Гнесинке. Я перевелся от другого, ну, от Елены Николаевны Свешниковой, перевелся к Гусеву Станиславу Дмитриевичу, который взял полностью опеку надо мной и, так сказать, дал мне эту школу хорового дирижирования. Ну, а как потом вот хоровое дирижирование, вдруг перешли на симфоническое дирижирование? Это тоже удивительно, да. Да, мне в жизни всегда, слава Богу, везло на прекрасных педагогов и людей, и которые вот брали опеку надо мной, обучали меня, потом давали, так сказать, дорогу в жизнь, путевку в жизнь. И на моем пути встретился замечательный человек Виктор Васильевич Афанасьев, генерал-лейтенант, в то время который был главным военным дирижером Российской Федерации. Он руководил всеми военными коллективами, которые парады проводил на Красной площади. И он с легкой руки, когда я с ним встретился, я говорю, у меня там через неделю концерт в малом зале консерватории с моим хором академическим, мы там исполняли Глорию Вивальди. Он говорит, так возьми мой оркестр. Так вот просто взял и сказал, возьми. Я тогда даже палочку в руках не держал, я был погружен только хоровой музыкой, и здесь вдруг ни с того ни с сего мне пришлось взять палочку и окунуться. Для меня совершенно чуждый мир, потому что хор это одна, так сказать, один пласт в музыке, а симфоническая музыка совершенно нечто другое. И я как слепой котенок первый раз продирижировал небольшим оркестром своим хором. И когда я понял, что это совершенно другая черта, это другая вообще жизнь, это другая атмосфера, другая энергетика, другая полярность хор и оркестр. И я для себя принял решение, что я, конечно, посвящу свою жизнь именно симфонической музыке. И у вас был учитель, наверное, да? Так просто же. Да, совершенно случайно. Техника, наверное, отличалась сильно, да? Безусловно, это разные совершенно школы, это разная подача звука, это разная техника мануальная. И мне повезло в жизни, что я встретил Марка Брича Горинштейна. В то время он был главным дирижером и художественным руководителем оркестра «Молодая Россия». Он его создал, который потом, будучи, был главным дирижером госоркестра Великого. Он меня пригласил к себе работать. Я год у него поработал в оркестре, не обучаясь симфоническому дирижированию. То есть я смотрел, как он работает, и обучался у него визуально на репетициях, и потом выходил к оркестру. И опять же, в течение обстоятельств, мне очень в жизни повезло стать учеником великого дирижера современности, величайшего. Я считаю, одним из лучших мануальных дирижеров мира – это Юрий Иванович Симонов, который в 29 лет был главным дирижером Большого театра. Представляете, в то время, в Советском Союзе он выиграл международный конкурс дирижерский. Его министр культуры Фурцева пригласила на должность главного дирижера. 29 лет. Представляете, какая это была личность. И совершенно случайно я сижу дома, смотрю телевизор, включаю канал «Культура». Идет концерт оркестра Московской филармонии, дирижирует Симонов. Я настолько был потрясен его мануальной техникой, я же много смотрел и смотрю концертов. Я настолько был поражен его виртуальной, красивейшей, доступной и понятной для музыкантов мануальной техникой, что я просто сорвался, оделся, а это был прямой эфир. Я поехал в большой зал консерватории, успел до антракта приехать к нему на концерт, дождался окончания концерта, подошел к нему и говорит, Юрий Иванович, я бы хотел у вас учиться. Он говорит, ну принесите какие-то там видеозаписи, когда еще были кассеты эти, помните, да, от кассетных магнитофонов. И опять же, в течение обстоятельств, я отдал ему кассету своего концерта, одного из своих концертов. И я помню, когда, говорит, перезвоните мне, там через 10 дней я перезваниваю, ответа нет. Звоню супруге Ольге Ивановне, с которой мы потом очень много дружили, общались, ездили в Будапешт к нему в Венгрию трижды на мастер-классы и дружили семьями. И я звоню и говорю, Ольга Ивановна, ну посмотрел Юрий Иванович? Нет, не посмотрел, так несколько раз было. Ну я же думаю, наверное, он уже не посмотрит. Потом я звоню в очередной раз, и Ольга говорит, да, вы знаете, Юрий Иванович посмотрел, но, к сожалению, вы не подходите, мы не можем взять ученики. Я такое странно говорю как-то, и она говорит, ну да, вот ваша, ну какая-то пляска смерти, что-то, он говорит, вот Юрий Иванович посмотрел, и говорит, так вот, дождите, а я-то не пляску смерти, я ему давал рекви Моцарта, да, концерт рекви Моцарта с хором, с оркестром. И вот это вот, не сказала бы она это слово, пляска смерти, то есть, ну понятно было, что я бы уже не смог бы стать учеником Юрия Ивановича. И вот она сказала пляска смерти, я говорю, ля кремоза Моцарта, и она говорит, да, 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 извините, вот, значит, он посмотрит. И он посмотрел, и мне позвонили, сказали, приходи, и так я оказался в оркестре Московской филармонии, и учился Юрий Ивановича, так сказать, вот на практике, не в стенах Гнесинской академии или консердуре, а именно вот, именно в оркестре. Это самое главное ценное, что вот я получил от обучения. Я еще раз повторюсь, что я к нему ездил трижды на мастер-класс Будапешт каждый год, но не только к нему еще и Рождецкого посещал мастер-классы. То есть вот меня жизнь свела с такими великими, настоящими людьми, которые дали мне путевку в жизнь как музыканта. Это когда вы, в каком возрасте встали за пультом симфонического артиста? В 27 лет. Это уже когда вы обучились, да, получается? Нет, в первый раз я вообще, да, в первый раз 27 лет, а потом я очень резко стартанул. У меня были тогда в то время спонсоры, которые мне помогали. Я мог себе позволить выступать в Большом зале Московской консерватории. Я собирал несколько коллективов хоровых, там три хора. Хор Свешникова, капелла Юрлова и хор Минина. Нет, не Минина, а хор Московской консерватории. И я мог себе позволить организовать этот концерт и с оркестрами исполнять. Там Рекиум Верди, Кармину Бурану, Девятую сифонию Метхойна. То есть у меня в то время, ну, как бы очень много было концертов. Репертатор такой прям богатый. Ну, это были вершины хорового искусства. Я очень люблю хоровую музыку. И в то время, когда я вот с этим... Это был переход плавной хоровой музыки к симфонической. Вот я тогда не мог насытиться этим звучанием. И я, в общем, был счастлив, что я имею возможность работать с такими великими коллективами. Вот я обратила внимание, что все дирижеры в очень хорошей физической форме. Вы тоже занимаетесь спортом, да? Ну, надо же как-то выживать. Поэтому надо иметь физическую силу, да, чтобы среди дирижеров выживать. Выживает сильнейшая. Ну, это, конечно, шутка. Но, безусловно, не все дирижеры имеют физическую форму. Очень много таких дирижеров, которые никогда не скажут, что он дирижер. Идет какой-то там скрюченный дедушка или молодой человек. Непонятно, дирижер он или не дирижер. Нет, это не имеет никакого сравнения. Ну, просто я люблю спорт. Я всю жизнь занимался спортом параллельно с музыкой. До сих пор играю в футбол, в волейбол, хожу в тренажерный зал. Потому что я считаю, что настоящий мужчина должен иметь физическую форму, иметь силу. А тем более моя профессия требует не только мануальных движений, но и хорошую физическую форму. Помимо всех тех качеств, которым должен был дирижер, их очень много. И еще иметь хорошую физическую форму. В Ульяновске? В Ульяновске по четвергам я играю в футбол, по средам я играю в волейбол. А в другие дни я посещаю тренажерный зал. А вот слышала, что вы с нашим губернатором Алексеем Юрьевичем тоже играли в одной команде в футбол. Было такое? Ну, это правда, да. Мы играли в футбол еще и в Москве. И играли здесь уже в Ульяновске. И сейчас, к сожалению, Алексею Юрьевичу из-за колоссального нехватки времени, он очень редко появляется на стадионе. Но да, мы играли в футбол и здесь, и в Москве. То есть у вас сейчас отношения такие складываются, дружеские? Они рабочие. Рабочие, да. Да, сейчас дружеские они сложились еще до приезда моего Ульяновска, а сейчас они складываются деловые и творческие. Вернемся к музыке. Какие ваши любимые произведения, какие вы слушаете произведения на досуге? Бывает время, послушайте. Когда я дирижировал или когда я слушал? Когда просто слушаете. Ну, я, во-первых, слушаю очень много музыки симфонической, потому что ее настолько много, ее охватить, наверное, ее всю невозможно даже в течение всей жизни. Поэтому я очень много слушаю именно той музыки, которую я буду где-то исполнять, где-то дирижировать. Хотя я ее знаю неоднократно и неоднократно дирижировал, но каждый раз я ищу какие-то новые записи великих оркестров, великих маэстро-дирижеров, великих пианистов или солистов, чтобы для себя почувствовать что-то лучшее, что-то... То есть постоянно вот это ощущение обучения и улучшить и свою, так сказать, школу дирижерскую, свое мышление и взять самое лучшее из того, что уже создано. И, конечно, внести это, преподнести в наш оркестр, чтобы это лучшее звучание, талоны присутствовало в нашем оркестре. Поэтому я слушаю очень много классической музыки. А что бы вы хотели исполнить с нашим оркестром? Ну, может, думайте, может в ближайшее время что-то новенькое появится? Ну, безусловно, я бы хотел очень многое исполнить. И я надеюсь, я исполню. Но, к сожалению, у нас сейчас нет такого состава, который мог бы позволить брать полотна, крупные полотна, которые написаны великими композиторами. Если бы у нас был состав, как в советское время, допустим, у нас очень большая нехватка музыкантов. А, кстати, кого не хватает? Нам надо набрать порядка 15 музыкантов, потому что у нас очень мало струнной группы. Я сейчас перейду к плавному вопросу, который я хотел бы озвучить. У нас, во-первых, нет высшего музыкального учебного заведения, консерватории, либо института культуры. К сожалению, у нас есть музыкальный колледж, который не выпускает в том составе и в том качестве музыкантов, наших потенциальных кадров, которые могли бы после окончания учебного заведения прийти и сесть работать в оркестре. К огромному сожалению, это наша большая проблема. Нехватка финансирования – это первая. А вторая – вот нехватка кадров. Поэтому это замкнутый круг, когда к нам кто-то хочет приехать, у нас очень маленькие зарплаты, к сожалению, в регионе, и они не приезжают. И нет своих кадров, которые могли бы сесть и работать в нашем аркете. Вот это большая проблема. Поэтому исполнить что-то значимое, ну это как просто, вот если в футбольной команде состоит один человек, да, там 10 и вратарь. Но вот если нет вратаря и двух защитников, допустим, это неполноценная команда, ты не можешь уехать и достойно выступать на каком-то турнире или соревнованиях по футболу. То же самое в оркестре. У тебя нет нехватка музыкантов, поэтому исполнять крупные формы, крупные произведения, к сожалению, пока мы не можем себе позволить. Но вот в этом году я принял решение и исполнил оперу Травиата и, как я говорил, Реккин Джозеппе Верди. Это крупные полотна, которые требуют и мощи, и силы, и качества, как и всегда, собственно говоря. И поэтому я бы очень хотел, чтобы наш оркестр был комплектован музыкантами. Поэтому приходится решать, и надо будет решать очень много задач, не только музыкальных, но и организационных, финансовых и прочее. Да, нагрузка у вас огромная. И только не по отношению к нашему оркестру, а по отношению ко всем трем оркестрам, которые у нас есть. То есть во всех не хватает музыкантов? Да, во всех оркестрах не хватает музыкантов, маленькие зарплаты. И вот буквально сейчас перед интервью ко мне подошел директор одного из оркестров и говорит, Доросич, вы могли бы там помочь? Вот девочка хочет приехать с Еженого города играть на потрясающий музыкант, но она не может снять квартиру, потому что это очень дорого. И вот сейчас стоит одна из задач. У нас нет своего фонда квартир или общежития. И вот придет сейчас мне решать вопрос это с губернатором, чтобы как-то по возможности выделяли какие-то общежития или комнаты в общежитии. Раньше, по-моему, это было такое. Раньше квартиры давали в оркестре. Люди работали в оркестре. Была очередь, представляете, квартирная очередь была в оркестре. То есть люди работали и получали квартиры. А к сожалению, сейчас этого абсолютно нет. Поэтому приходится решать мне какую-то руку именно еще эти задачи, представляете? А таких вопросов очень много. Поэтому нагрузка легла очень колоссально на меня. Я надеюсь, я с ней справлюсь, с нашими помощниками. У нас потрясающий, великолепный штат, почти укомплектованный наших сотрудников и менеджер, и рекламный отдел, и, так сказать, художественное руководство. Поэтому я надеюсь, общей командой мы сможем вот этот лайнер, как я сказал, впустить еще в более свободное, более высокое плавание. – Георгий Александрович, ну вы, наверное, до сих пор занимаетесь, как композитор, сочиняете музыку. – Вот вы знаете, я приехал после отпуска 22 августа. И, к сожалению, я еще ни разу не сел за инструмент. Вот просто у меня нет физически времени, чтобы сесть что-то, даже по-музыцировать. К огромному сожалению, вот я вижу, сейчас инструмент здесь стоит, да, открытый. – Мы вас попросим, сыграйте. – А, попросите, да, ну тогда сейчас что-то попробую изобразить, но я не садил за инструмент уже три месяца. И я надеюсь, что у меня будет немного свободного времени, чтобы я мог себе посвятить еще и композиторской деятельности. – Ну а у вас вообще уже огромный репертуар своей музыки. Вы сколько лет уже сочиняете, наверное? – Ну, сколько себя помню, сколько сочиняю. Но издавать ее, выпускать, сейчас же это доступно. Ты, например, написал музыку, и тут же можешь ее вложить в интернет. – Ну да. – Да, поэтому это очень доступно, легко сейчас. Но да, в интернете очень много моей музыки, и инструментальной, и песенного жанра, и даже хоровая есть музыка. Поэтому я в этом направлении тоже пытаюсь не останавливать свою работу и в этом вопросе развиваться. – О чем вы мечтаете? – Я мечтаю, чтобы наш оркестр получил хорошую заработную плату, чтобы наш оркестр, не только наш оркестр, я уже скажу так, как наши оркестры, так как я художественный руководитель всей филармонии, вот чтобы филармония ульяновская, она стала наряду во всех вопросах, и финансовых, и музыкальных, наряду с лучшими филармонией нашей страны. Вот это моя основная задача, чтобы наши музыканты могли достойно работать и получать достойную зарплату. Вот это самая моя главная задача. И, конечно же, моя мечта и цель – вывести наш оркестр на уровень лучших оркестров Российской Федерации. Ну, соответственно, если я разрешу до этого озвученные мои проблемы, которые необходимо решить, тогда мы сможем это сделать. Вот это моя основная задача. – Вы все о работе. А в личной жизни у вас мечты есть? – Слава Богу, у меня великолепная семья, супруга, у меня великолепные дочки, сын, у меня четверо внуков, поэтому все, что можно было достичь и желать в личной жизни, у меня все, слава Богу, хорошо. – Спасибо огромное. Мы желаем вам всего самого хорошего, чтобы мечты сбывались, благополучия во всем. – Спасибо. – Напоследок мы попросили Эдуарда Александровича исполнить специально для наших зрителей свое произведение. Эдуарда Александровича Эдуарда Александровича Эдуарда Александровича